Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Mercedes-Benz GLS500 2014 года выпуска. Двигатель 5 литров бензин, автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 218 тысяч километров. Заменен на нем передний правый шрус. Шрус захрустел. Оригинальный, дорогой. Брали неоригинальный. И у него установим. Поднимаю автомобиль, снимаю переднее правое колесо. Поднял автомобиль, снял колесо. Здесь немножко брызну и возьму гайку. Она закернена. Немножко раскирню. Беру головку. Двенадцатигранная головка на 36. В вентиляцию вставляю отвертку. В вентиляцию надо сверху, а не снизу. Откручиваю гайку. Беру, зачищаю и откручиваю гайку. Крепление стойки стабилизатора. Именно здесь сверху откручу. На улице погода меняется. Тепло возвращается к нам. Дождь, ветер. Четко по металлу зачищаю резьбу. ВД-шкой брызну. Здесь сверху торкс Т-40. Держу. И откручиваю гайку. Гайка на 18. О, у меня ключ трещоточный на 18. Устал. Во. Это получается второй ключ трещоточный, который я смог сломать на 18. До этого был на 17. Так. Хорошо. Я открутил. Также до конца откручиваю гайку привода. Так, привод. Привод. Да нет, вроде бы привод ходит нормально. Звук есть. Только почему-то я его оттолкнуть не могу. А, не, нормально. Все, привод ходит. Это хорошо. Откручиваю крепление проводки и тормозного шланга. Также вот здесь датчик АБС откручиваю. Это головка Е10. Все. И откручиваю головку на 18. Рулевой наконечник. Он также торкс Т40. Я ЦАПФу целиком сниму. Если привод легко не снимется, то я его... Ну, шрус легко не снимется. Я его вытаскивать из коробки не буду. Я его здесь болгаркой разрежу. Но, надеюсь, что это не японец, что он все-таки выйдет. Я сказал, что гайка здесь на 18. Нет. Гайка здесь на 21. И она 12-грамная. Держу шток. Не все так легко, как хотелось бы. Эта гайка не открутилась. Сверху шестигранник на 7. Я говорил, торкс нет. Шестигранник на 7. Удержать не получилось. Грани срезались. А срезать гайку я не захотел. Потому что у меня такой гайки нет. И я здесь снял хомут с пыльника. Расконтрогайл контрогайку на наконечнике. Головка на 14. Ну, ключ накидной на 14. Рожковый, не накидной. Здесь на 24. И здесь на 24. Взял на 15. И тягу рулевую выкрутил. Все. Наконечник у меня останется. Вместе с цапкой снимется. Он живой. А потом так же его и прикручу на место. Ну, а теперь откручиваю датчик. И откручиваю проводку. Как и говорил, Е10. После этого откручиваю и снимаю суппорт. И суппорт подвешиваю наверх. Чтоб он не висел. О, датчик спокойненько вышел. Здесь у нас проводка защелкнута. Берем, отщелкиваем и снимаем ее с кронштейна. Она просто собачка и отводится. С этой стороны, сзади суппорта, у нас суппорт крепится двумя болтами. Так, сейчас. Наконечник. Вот он, один болт. И вот второй болт. Оба этих болта. Беру, откручиваю. Головка на 21. Также здесь вот я открутил, снял кронштейн на датчик износа колодок. Разъединил. Он у меня уйдет в сторону. Снимаю и подвешиваю суппорт. Суппорт открутил. Снимаю его. И подвешиваю за кузов. Здесь вот можно. О! Все. Здесь он мне мешать не будет. Чтобы полегче было, откручиваю винт фиксации тормозного диска. И снимаю тормозной диск. Торкс Т30. Ха, не тут-то было. Сидит плотно. Приржавел. Пусть маленько покиснет. Не особо-то он хочет. Этот винт обратно немножко наживляю. Вот так вот проворачиваю здесь. И беру болт с гайкой сзади диск, чтобы не стучать, отодвигая его болтом. Сейчас покажу, как, чтобы не стучать. Вот, взял болт на 14, гайку. Сейчас я его наживлю, покажу. Не надо ни стучать, ни бить, ни долбить. Вот, если посмотреть, вот так вот. Сейчас держу гайку, кручу болт, и болт у меня выдавливает тормозной диск. Не получилось. Просто болтом подложил здесь еще зубило длинное. И вот, кручу. Болт. И диск, видно, отходит. Вот, шевенился. Все, диск находит. Придерживаю диск, откручиваю этот винт и снимаю его. Ничего не стучал, спокойно открутил. Вот, этот болт убираю сразу. Получается, мне надо открутить только теперь нижнюю шаровую и верхнюю шаровую. Щеткой по металлу зачищаю. Головка на 21 см. Ну, а дальше надо держать. Беру крещетку на 21 см. Топ-145 см. Придерживаю палец и откручиваю. Ее, что мне нравятся такие лычаги. что стоят конусы. Они не закисают. Теперь откручиваю нижнюю гайку шаровой опорой. Медная смазка, но это не я мазал. Вот он шрус, который захрустел. В принципе шаровую можно даже и не откручивать, но для удобства, чтобы здесь все же ее лучше открутить. Здесь получается 12-гранная гайка на 24. Я ослабиваю ее и спокойно выкручиваю. Придерживаю рукой цапфу и откручиваю до конца гайку. Все, цапфа у меня в руках. А вот теперь можно пробовать снимать. Пыльник, похоже, пробитый, потому что здесь смазка. Вот она. Из-за этого грязь попала и он захрустел. Поэтому пыльник оставлять не буду. Его тоже заменю. Снимаю хомуты. Отвертку беру. Не знаю, насколько хомуты в комплекте с новым шрус хорошие, потому что он не оригинальный. Постараюсь родные хомуты оставить целыми. А там посмотрим. Разожму его влево-вправо и сниму целый. Я не скажу, что отсутствие смазки. Смазка есть, но тем не менее он приказал долго жить. Также снимаю, разжимаю внутренний хомут. Поверну ее для удобства и тоже его разогну. Его я тоже разогнул. Ну и можно снять хомут. Скинуть с пыльника и протянуть. Так. Пыльник я все равно меняю, поэтому я беру его и срезаю. Так. 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 Смотрите продолжение в следующей части. 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 Все, я снял шрус и не надо его выдергивать из коробки. Беру все это хорошо, вытираю, бил и смотрел, чтобы мне его не выдернуть из коробки. Из раздатки редуктора переднего моста. Все, стопорное кольцо живое, все живое, хомут живой, пока я его не снимаю. Сейчас достану шрус и посмотрим. Шрус возьму фирмы Накаяма. MJ-74-5NY. А здесь оригинальный номер Мерседеса идет А164-330-2001. ML-класс, 164-й кузов. На этот же подходит. Здесь получается идет смазка 90 грамм. Но 90 грамм это мало, я больше добавлю. Шрус идет. Сейчас его примерю. На нем даже маркировка есть. Хомуты. Хомуты заметно уже родных. Поэтому я родные поставлю, я их сохранил. И стопорное кольцо. Шлицевую ступицу я померил. И сюда тоже подходит хорошо. Ставлю пыльник. Проверил, все подходит, все хорошо. Вот эту смазку с тюбика срезал. Выдавливаю всю вовнутрь. А дополнительно смазку добавлю под пыльник еще. 90 грамм. Это мало для шруса. Вот я ее выдавил. Она через шарики только-только там показалась. А когда забью, она вылезет здесь. А в пыльнике уже ничего не будет. Поэтому пыльник я добавляю еще грамм 100. Не меньше. Как и сказал, хомуты оставлю родные. Одеваю пыльник. Стопор на месте. Пыльник на свое посадочное место. Одеваю. Здесь есть пазик такой. Все, в пазике он стоит. Одеваю хомут. А, погорячился. Не получится родные хомуты оставить. Паз на пыльнике. Под узкий хомут. Да? Да. Не получится. Ладно. Ставлю те, которые идут в комплекте. Хотя, сталь тоже хорошая. Не из консервной банки сделаны. Толстые. Защелкиваю, а затяну уже потом. Набиваю смазки. Шрус 4М. Здесь у меня тюбик идет 200-граммовый. Но у меня было полтюбика. Поэтому эти полтюбика я и выдавливаю. Номер для заказа 1804. Вот так вот. Вот столько смазки там. Так, ну все. Беру, одеваю шрус. Все. Я его руками защелкнул. Одеваю пыльник. Пыльник подогнан четко. У него пазы, которые отлиты, хорошо ложатся на гранату. На шрус. Теперь беру, одеваю хомут. Хомут тоже подогнул. Подогнул. Так, все хорошо. Ну и так же защелкиваю его. Вот эти два крючка. Теперь беру и зажимаю клещами. Одеваю, прижимаю и зажимаю. И точно так же внутренне. Все. Ни на валу, ни здесь не прокручивается. Ну а теперь смазываю графитной смазкой. Когда медной, когда графитной смазываю по-разному. Ставлю цапфу, наживляю. Гайку наживил, затягиваю ее. Нижнюю гайку шаровой я затянул. Теперь зачищаю здесь резьбу. Смажу алюминиевой смазкой. Вот именно где она, гайка закручивается. Вот это место зачищаю. И так же шаровую опору верхнюю тоже зачищаю. Как и сказал, резьбу алюминиевой смазкой маленько смажу. Ну и можно ставить и наживлять. Так. Здесь. Ночки. Сюда, сюда. Сюда. И сюда. И сюда. Первое. Сюда. Первое. Все. И сюда. И сюда. Ну и шаровую опору. Ух, надо ее натянуть. Собо блоки живые, это хорошо. Так, гайку привода тоже наживляю. Здесь гайка мощнее родной, но она не кернется. Просто зажата на конце самокернящаяся. Так, потом ее затяну, беру, зачищаю ступицу. Вроде бы вот это ерунда, но на таких местах она очень помогает. И потом уже не надо будет болтом, как я откручивал, откручивать. Здесь посадочную смажу медной смазкой. Резьбу под фиксатор тоже смажу. Ставлю диск. Диски внутри тоже почистил. Теперь он спокойно одевается. Закручиваю болт. И притягиваю его. Ставлю на место суппорт, наживляю оба болта. Закручиваю agradeц и оба болта. Пока. Терпичок. Теперь. Терпичок. Д Quéпчок. Дыра. Они буквально не специально улетают. Терпичок. Они как бы выбираем. Шустры. затягиваю болты здесь кронштейн под датчик устанавливаю прикручиваю ну и разъем сразу соединяю до защелки также беру затягиваю стойку стабилизатора шаровую опору и с этой стороны болты крепления кронштейна два болта здесь и один болт датчика обвес а уже после этого установлю и стяну рулевую тягу затягиваю все притянул все собрал осталось только затянуть гайку привода и скрутить рулевой наконечник попробовал крутанить тормозной диск а он не крутится а не крутится он по одной простой причине сейчас гайку привода ослаблю ослабляю гайку привода и диск крутится на а что происходит а происходит следующее на родном приводе вот она есть такая проточка а на том шрусе этой проточки нет она идет рам цельно прямая и вот этим местом она упирается в болты которые крепят у нас ступицу ступичный подшипник ступицу сейчас возьму фонарик покажу вот нет этой проточки вот так вот выхода из этой ситуации 2 вот видите вот они болты которые крепят у нас ступицу и вот привод без проточки и этот привод прижимаясь он упирается в эти болты вот она и вся загвоздка как вариант подрезать болты как второй вариант подложить шайбу между приводом и ступицей я думаю второй вариант он более приемлемый насколько она садится вот вторая сторона вот насколько она садится получается где-то 3 миллиметра от края край срезанная но это где-то 2 миллиметра и зазору такой небольшой на проточки засада надо все разбирать обратно разбирая разобрал и собрал все обратно сейчас покажу что я сделал гайка привода у меня оттянута но не затянуто сейчас ее сразу затяну 260 ньютона метров и доворот 45 градусов тут проверю после этого как будет и покажу что я сделал отвертку в этот раз отвертку снизу 260 ньютона метров я поставил два болта сюда вкручу чтобы меня не срезал винт 260 затянул у меня как придерживать будет тормозной диск доворот 45 градусов вот и все проверяю крутится крутится не задевает отлично ну а теперь покажу что я скал хозил так а вот теперь покажу что я сделал вот болты болты стоят родные но у болтов видно что он не задевает вот между болтом и шрусом расстояние также здесь головки ешки я срезал по одной грани по этой со всех четырех болтов пытался болты другие подобрать вот видно вообще четко видно что рядышком и не задевает ну и теперь видите все крутится никаких упоров нету хотел шайбу подложить не знал какой длины не мог высчитать потому что болты мне не дают же шрус притянуть хотел болты другие поставить тоже не смог подобрать подходящие а потом подумал и по одной грани срезал болты затянул все поставил на место поставил привод затянул гайку ну и как видите все работает рулевой наконечник я наживил сейчас тягу в наконечник вкручиваю контрагайка у меня стоит на месте схождение не собьется ничего и будет работать вот так вот затягиваю рулевую тягу все пробегаюсь наконечник я затянул пытался открутить здесь датчики два болта кронштейна затянул датчик ой датчик стойку стабилизатора затянул верхнюю шаровую затянул нижнюю шаровую затянул и суппорт притянул сейчас с руевой тягой доделываю и на этом замену переднего правого шрус я закончил сколько будет ходить мы посмотрим хозяин знал он говорит я понимаю поэтому он говорит берем его и ставим а там уже время покажет сколько он отходит и в зависимости от пробега если кому будет интересно я расскажу на этом все всего вам доброго кому понравилось ставьте лайки кому не понравилось дизлайки подписывайтесь на канал на телеграм на яндекс дзем мне это очень помогает ваша поддержка благодарю всего вам добра